Уверенность в себе первое необходимое условие великих начинаний. Сэмюэл Джонсон. Понятия не имею кто это, но главное звучит круто. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился. В этом видео ты узнаешь, как связана твоя уверенность и твой настрой по жизни с любовью к дрочке. Почему воздержание сделает тебя более уверенным? И какой опыт за практически год воздержания был у меня? Наверное, некоторых удивят мои слова по поводу того, что воздержание делает более уверенным. Как вообще могут быть связаны по сути эти вещи? На самом же деле связаны они напрямую, если знать, как работает дофаминовая система. Прогая свой огурец под одеяло... Вот это огуречек, да? Килограмм в нем, представляете? Смотря порно, ты нарушаешь баланс своей дофаминовой системы, из-за чего будет страдать твоя самооценка. Да, это доказанный факт. Я прозрел просто. Уровень дофамина отвечает за нашу самооценку. Также из исследований мы можем узнать, что любовь к дрочке увеличивает твою застенчивость и интроверсию. Ты становишься более зашуганным и точно менее уверенным в себе человеком. Из других исследований можно узнать, что снижается удовлетворенность своим собственным телом. Нарушается регуляция эмоций. То есть тебе становится сложнее себя контролировать. Тебя чаще происходят перепады настроения, депрессивные симптомы и так далее. Да, депрессия, апатия – это тоже вполне возможно из-за твоей любви трогать свой огурец под стоны девушек на экране. На самом деле, никак кроме Куколда такого мужчину назвать не получится. Хватит искать легкие способы. Подними свою жопу и найди, наконец, девушку. Ты их, чтобы ебал до посинения, до красного. Хватит сливать свою энергию на постоянную дрочку, которая в моменте может и приносит кайф, но на дистанции разрушает всю твою уверенность в себе и приводит к депрессии. Возможно, у тебя возник вопрос. Что делать-то будем? А что делать-то, чтобы избавиться от этой зависимости? И нет, я не буду тебе говорить, давай, мужик, ты сможешь, применяй силу воли и все получится. Нет, ни хрена у тебя не получится. Я срывался пять лет своей жизни на этой силе воли. Только год назад до меня дошло, что можно по-другому. А как по-другому я рассказал в своей статье про интеллектуальный подход. Ссылка на статью будет под видео. Но ролик не об этом. Что же изменилось за этот год у меня? Я стал увереннее, стал здоровее, я занимаюсь спортом каждый день. Питаюсь настолько чисто, что некоторые подумали бы, что я монах какой-нибудь. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Воздержание восстанавливает дофаминовую систему. А когда твоя дофаминовая система в порядке, твоя жизнь становится лучше. Обычные дела приносят гораздо больше удовольствия, становится больше энергии. Также я полностью восстановил свою эректильную дисфункцию. Сейчас я безумно счастлив, что год назад взялся за себя. Оставляй комментарий Шрекс и помни одну очень важную вещь. Быть сильным – это выбор. Пока.